У многих ванновских автолюбителей утро начинается не с кофе, а с пробок. Не московского масштаба, конечно, но все же. Тем, кто попытался проскочить затор по выделенной полосе для общественного транспорта, как, например, здесь, на улице Лежневской, на этот раз пришлось иметь дело с госавтоинспекторами. Многие граждане замечают, обращаются к нам, что в часы пик по данной улице на полосе для маршрутных транспортных стресс ездят другие автомобили. То есть сегодня мы проверяем эту информацию, работаем на данном конкретном месте. Водитель этой «Газели» вез людей по домам с работы и так торопился, что решил, что ему закон не писан. Хотя, по правилам, выделенная полоса не для любых автобусов, а лишь для работающих по маршруту со специально обозначенными местами остановок. Такой выбор пути будет стоить водителю полторы тысячи рублей, а его пассажирам – драгоценного утреннего времени. Это «Хонда» медленно ехал за троллейбусом. Но укрыться от инспекторов водителю все же не удалось. Движение по полосе общественного транспорта легковым автобилиным запрещено. Для этого у нас законодательство определяет наказание в виде административного штрафа в размере 1500 рублей. Поэтому мы выпишем наказание, это административное, для того, чтобы в следующий раз не повторяли подобную вещь. Нарушителей, конечно, наказали, но вот проблему это не решило. Наблюдаем, что многие водители, когда образуется затор на улице Бубнова, поворачивают во дворы. И пока мы здесь стоим, они, конечно, проезжают прямо на улицу Московской, но возможно, что многие из них сворачивают на данную полосу. Так что инспекторам еще не раз придется наведаться на Лежневскую, пока автолюбители, считающие себя умнее остальных, не начнут уважать других участников движения, исследовать общеустановленным правилам. Наталья Романова, Андрей Семибулков, РТВ Иваново.